Рачишка, ты чё тут сидишь такой печальный? Да греюсь, блин, Кэп, дома вообще холодно. На газе экономим, деньги на донат нужны. Да не боись, Ракуха, будет тебе пуха. По ссылке проходишь, всё нужное находишь. Броня, шторм и офигенные пушки. Они мощнее, чем батоны у твоей подружки. Статку растишь и раков всё гнёшь. Ну а дальше, братишка, ты сам всё поймёшь. Будет горячо. Нечто, мы смогло. Кида-ка-падия, гида-октопка представляет. Глубокие изменения и как они повлияют на будущее в Warface. Игра не будет прежней. Да, так оно и бывает. Приветствую вас, леди джентльмены, другие подруги. С вами Ракутагин и Капитан Очевидность. И вот, наконец-то, в Warface стали происходить действительно значимые, важные, глубинные изменения. А лодусы решили полностью изменить систему прогрессии. То есть, прокачки поставщиков. А также ввести новых 10 уровней прокачки, новые звания. А сверх этого 900 уровней престижа. Тысяча? Не дохрена ли это? Согласен, Капитан Очевидность. Это весьма немало. Тысяча уровней. 900 из которых можно будет прокачивать только во время боевых пропусков. И я, кстати, подозреваю только тем, кто этот боевой пропуск купит. Есть такая у меня мысль. И по подсчётам некоторых игроков, в том числе моего коллеги Разорчика, чтобы прокачать за боевой пропуск 900 уровней, придётся нереально просто задротить. Встаёт вопрос, ради чего? И вот у нас надо мной где-то, а у меня на втором мониторе, награды. Итак, 150 уровень, значок, бронзовый знак уничтожителя. Потом 250-й, нашивка, 400-й, жетон, 600-й уровень. Вот это интересно, особо интересно. Золотое оружие на выбор. Брэн, Таво, ТС-12, Бушмастер и Томпсон. Ну, или Томпсон, да? И вот вопрос встаёт, а стоит ли овчинка выделки? Если Брэн и Томпсон неплохи, то Бушмастер по нынешним временам, прямо скажем, хромает. А Таво РТС-12 это вообще какое-то недоразумение. Пушка на огромного любителя. И поверьте, таких любителей немного. 200-й, 300-й, 500-й уровень это тоже ачивочки. То есть для нас это не особо интересно. А вот 1000-й уровень, посмотрите-ка, ребятки. Хова Тайп-89, Хилтек КС-7, АМВ и Трувелла. И вы знаете, из этого всего, пожалуй, я бы оставил только АМВ. Да, пушка немножко уже прямо, ну не супер топ, но хороша. Даже сегодня, с её-то интегрированным глушителем. Пилит годно, гнуть можно. С Трувеллой против современных болтовок, которые обладают всеми её достоинствами, но они всё-таки лучшие, вы будете порой неплохо так страдать. Хова Тайп вроде ничего, но как бы, знаете, ни рыба, ни мясо. Я бы заменил её на М4А1 Кастом. Было бы супер, было бы топ. Килтек, в общем-то, можно по сути оставить. Кто бы что ни говорил, но если ты точно попадаешь, он ваншотит. Однако, многим больше бы понравилась, скажем, идея с чапой. Или чем-нибудь посвежее. Например, новый Мозберг, который не супер популярен, но неплох. Однако, ребята, даже если всё это изменить, улучшить, вы знаете, нету какой-то иллюминки в этой системе. Абсолютно никакой изюминки. Да, золотое оружие, но при этом не самое крутое. Извините меня, самое крутое они всё равно сюда не поместят. Да, есть эти бронзовые и золотые нашивки. Вроде и неплохие, но со временем захочется их заменить. Так что же, что же должно игроков заставить задротить и, соответственно, поднимать онлайн нашей игры? А я скажу вам, дорогие разработчики, это то, до чего почему-то вы не додумались, но это лежит прямо перед носом. Я думаю, дорогие зрители меня в комментариях только поддержат. Да, конечно же, уникальные камуфляжи. Причём не абы какое оружие вот это, которое здесь в списках наград, не какое-нибудь древнее, как почему-то у нас любят делать, с которым один хрен никто играть не будет, а на оружие из боевого пропуска. Да, каждый боевой пропуск мы качаем престижи. И только те задроты, которые докачаются до тысячного уровня, получат красивые, что немаловажно, уникальные камуфляжи на оружие из боевого пропуска. Причём по-настоящему уникальные, которые никогда больше нельзя будет купить в магазине. Приобрести на игровой площадке или лутдоге. Это достижение будет сравнить получение MVP за какой-то класс на каком-нибудь турнире. То есть то, что нельзя купить вообще никак. Это можно только заслужить. А все вот эти пушки я бы переместил на девятисотый уровень. А тысячный только для самых задротов. Получить уникальнейший камуфляж на оружие. Такой, который будет только у другого такого же задрота. И больше ни у кого. Отличительный знак, который нельзя купить и можно только заслужить. Вот это действительно игроки оценят. Что же касается самой трудности прокачки, пока что это только наши догадки. Посмотрим, как говорится, первый блин комомом будет или нет. Насколько это будет сложно. Я считаю, это должно быть сложно, но как-то в рамках каких-то нормальных, адекватных, скажем так. Потому что если человек будет вынужден для достижения тысячного уровня каждый день бегать там 50 Блэквудов, то, знаете, как бы, ну это, конечно, престижно и круто. Но поймите, это риск для здоровья. Все-таки какие-то границы надо видеть. А рейтинги по этому поводу будут? А вот это, Капитан Очевидность, пока что неизвестно. Разработчики об этом ничего не пишут. Но действительно, рейтинги, а почему бы и нет? Я думал об этом. А почему бы каждый боевой пропуск не делать рейтинг лучших игроков? И, может быть, награду им тоже что-то давать? Какие-то короны. Знаете, у нас есть гонка кланов, а это будет гонка игроков во время боевого пропуска. Вот эти уровни престижи. То есть рейтинг престижей. Кто же самый задротистый? Кто же самый престижный игрок нашей игры? По-моему, идея весьма годная. И заставит многих поднапрячь булки. Ведь получить супер особую нашивочку, супер особый значок и жетончик, за то, что ты самый задрот из всех самых задротов, это тоже, знаете ли, многим понравится. А что ты там сегодня мне говорил про автобаланс? О, Кап, это больная тема. Это баланс в нашей игре. Ну, вы знаете, баланс, сука, баланс, баланс. Мы столько за это всегда думали, как же, что же, как же. И вообще никогда не было понятно, как он толком работает. Абсолютно как этот баланс работает. Оно неясно. Где-то он работает, где-то он, сука, не работает. Что, как, почему, неясно. Человек может быть задротом РМа, например, и мясорубок, как многих. При этом у него скиллрейт не особо высокий. И на паблике он катает против всей овощебазы, короче. Прямо, всея варфейс. И ему в кайф. Правда, им не в кайф. Где-то этот скиллрейт растёт, где-то он не растёт, где-то он учитывается, где-то он не учитывается. И, как я понял, Алодусы решили немного систему-то подбора изменить. Ну, это как бы ради бога, почему бы и нет. Но настораживает вот такая выдержка. Теперь при подборе будут учитываться показания УС. Устранение смерти или убийство смерти. Ну, вы поняли. Стата, грубо говоря. И вот тут, дорогие Алодусы, я прошу вас хорошенько задуматься. Потому что, если вы на этот параметр возложите слишком большую роль в подборе, то возникнут очень большие проблемы. Объясняю, как это происходит. Во-первых, у нас исторически так сложилось, что в варфейсе достаточно много игроков, которые эту ставку, прямо скажем, нафармили. За вас, пацаны. За упокой. И теперь эти пацанчики со статой 2 плюс будут сталкиваться с реальными задротами, скажем, любителями какого-нибудь штурма, которые бегают, делают там постоянно регулярно комбари. И у них тоже УС 2 плюс. Только у них 2 плюс настоящее, понимаете? И заработает по полной изнасиловочной нашей игры, как в старые добрые времена. Без всякого там дранирования. Но эта ситуация будет не столь частой. Я согласен. Действительно, кто-то там фармил, ну а многие и не фармили. Возникает ситуация номер 2 плохая. Есть очень большая и очень, кстати, платежеспособная категория игроков. Дядя, который пришёл вечером с офиса, с завода, откуда угодно, и как бы он при деньгах, он донатит регулярно, он выбивает или покупает какой-нибудь новый, там, скажем, хант-групп или кобра и страйкер, и идёт опять же играть в основном те же доминации, штурмы, да, ПВЕшки. Поскольку он выбивает имбовое оружие, какое-нибудь простенькое, с которого несложно убивать, которое вне баланса, то он имеет вставку единицу. 1 и 1 вот так. Да, где-то 1, 1 и 1, 1 и 2 максимум. Он не особо-то хороший игрок, не сказать, что совсем плохой, он такой, обычный. Это обычный обыватель, который просто получает в игре удовольствие. И если подбирать по соотношению убийства-смерти, то теперь против кого будет играть этот обычный игрок, который пришёл за кружечкой пива вечером погонять в игру? А я вам скажу. У кого в нашей игре стата часто тоже 1 и 1, 1 и 2? Ответ прост. У злостных задротов РМа, у киберспортсменов, и у тех, кто играет 24 на 7, мясорубки. Такие тоже есть. Я сам когда-то таким был. И вот когда этот дядя при всём своём денежном состоянии и наборе золотых пушек столкнётся с этими задротами, ему станет, сука, совсем-совсем неуютно. И, возможно, он постепенно примет решение о мигрировании в какой-нибудь другой игровой проект. А вместе с ним эмигрируют его гроши. Что печально, но факт. Проще говоря, показатель ОС, это показатель, который на данный момент, когда игре идёт 10-й год, он показывает ровным счётом ничего практически. Может быть, да, я согласен, когда у человека стата меньше единицы, то не всегда далеко. Но в большинстве случаев это, наверное, говорит о том, что играет он средненько или ниже средненького. Но когда эта условная стата достигает единицы и начинает двигаться выше-выше, там уже вообще непонятно, кто как играет. Игрок со статой 2.5 может играть намного хуже, чем игрок со статой 1.1. Поэтому полагаться на вот этот показатель в рамках всех 10 почти лет игры неразумно. Критикуешь? Предлагай. А есть у меня интересное предложение, Капитан Очевидный. Я предлагаю формировать ОС. Скрытый игрокам не обязательно его видеть, формировать на основе сезонов. Боевого пропуска. Вот, например, вы тестируете, как бы, да, у вас там с нуля у каждого игрока набирается внутренняя какая-то невидимая стата за этот боевой пропуск. Если за время этого сезона, этого боевого пропуска, он достаточно много играл и играл в стату, скажем, 1.2, то, соответственно, вот со следующего сезона начинает работать автобаланс. То есть, соответственно, его кидать таким же игрокам, у которых 1.2. В следующем сезоне он отыграл хуже, на 0.9, значит, мы перекидываем его на 0.9 другим. И так далее. То есть, чтобы стата эта постоянно обновлялась, хотя бы раз в сезон. Каждый сезон. И следующий сезон на основе результата прошлого сезона кидала в другую группу игроков на быстром поезде. Именно так. Это как вариант. Это не идеально, это может быть какие-то, могут быть махинации, но скорее да, чем нет. Скорее это более адекватная оценка мастерства игрока, нежели то, что, скорее всего, вы придумали. Рокутагин, ты про поставщики забыл. О, хорошо, что напомнил. Совсем забыл про поставщики, а ведь с них, собственно говоря, наш разговор и начинался. Как я понял, поставщики, как таковые, у нас, в принципе, исчезают, и теперь уровни будут бодренько качаться, и при этом за эти уровни вы будете уже в готовом виде получать броню, получать пушки, в том числе и на выбор. И я вам скажу, что это годно. Но знаете, в чем проблема? Вот было бы это раньше, было бы лучше. Конечно, история не терпит со слагательных наклонений, но это очевидно каждому. Те изменения, которые сейчас вот происходят, да, в плане поставщиков, в плане прокачки, престижей, это должно было быть года 3-4 назад. Знаете, вот есть поговорка хорошая, хороша ложка к обеду. Глубоко же обсуждать эту систему, понятное дело, пока мы не можем, потому что мы не видели, мы не щупали, надо это все посмотреть, все увидеть, и тогда будет понятно, что же в конце, в конце концов это такое. Возможно, если это будет достаточно интересно, заведу я даже новый аккаунт и попробую прокачаться, чтобы получить все плюшки. Посмотрим, насколько годно это будет. В крайнем случае нет. Так что над этим я предлагаю разработчикам хорошенько подумать. А что касается игроков, некоторые бомбить начинают, почему тысячи уровней, почему то, почему все, почему так сложно. Но, ребята, мы пока не знаем, как оно будет на самом деле. Будет, конечно же, плохо, но в любом случае, так или иначе, попробуем и потом все это еще раз обсудим. Продолжение следует...